Приветствую вас. Звуки, которые вас раздражают, они имеют некое значение для вас. И на мой взгляд, очень важно, чтобы вы постарались для себя это значение определить. То есть, вот вы говорите, что вас это раздражает, да? Ну, чем вас это раздражает? Какие, грубо говоря, есть причины того, почему бы вас это раздражало? С чем это связано? То есть, это нужно обязательно поисследовать. Это нужно обязательно рассмотреть. Вот, смотри. Вот. А... У этого должны быть... ...причины. Понимаете? Какая штука. А... Это нужно исследовать. То, как вот вы... ...воспринимаете... ...данные звуки, как вы... ...воспринимаете то, что вы слышите. Вот. И почему вы воспринимаете это именно так? Вот. Я полагаю, что это... ...может быть... ...эм... ...связано с проявлением... ...свободы. То есть, вот, для вас, да, это проявление свободы, которую вы сами... ...сами себе запрещаете. Вот. То есть, то есть, по сути, вас раздражает то, что люди... ...ээ... ...ээ... ...ну, позволяют... ...эээ... ...себе. Да? То есть, вот... ...одни люди... ...ээ... ...позволяют... ...себе... ...что-то. А... ...вы не позволяетесь. Вот. Ваши... ...например, сыновья... ...позволяют... ...ээ... ...себе... ...громкость... ...ээ... ...громкие звуки. А вы нет. Понимаете? Какая штука. И... ...здесь может быть не выражена... ...агрессия... ...ваша... ...по отношению, ну, например... ...к той же маме. Да? Которая... ...вот... ...как вы говорите... ...похожа на вас. Вот. То есть... ...а... ...у этого... ...всего есть причины. И... ...желательно вам... ...работать со своими... ...чувствами. ...ээ... 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 ...вот... ...желательно вам работать со своими чувствами. ...ээ... ...чтобы... ...понять... ...что... ...что происходит. ...вот... ...так что... ...наверное, в качестве... ...вот... ...первичного... ...так сказать... ...ээ... ...ээ... ...исследования. Да? ...ээ... ...я рекомендовал бы вам... ...ммм... ...мм... ...книгу... ...ээ... ...федерико Первого... ...ээ... практику по гесчарт-терапии, вот, и вы могли бы, используя упражнения, данные в книге, вы могли бы как-то, значит, лучше поисследовать себя, и лучше понять, что стоит, да, и что, значит, прячется за этим раздражением, за раздражением, скорее всего, прячется не что иное, как какие-то желания, вот, ваше желание. Ну, только вопрос окружается в том, готовы ли вы их признавать, вот, в первую очередь, готовы ли вы признавать свои желания, а во вторую очередь, готовы ли вы их выражать, потому что, если не готовы, да, то раздражение будет накапливаться, раздражение будет нарастать, вам будет всё труднее и труднее его сдерживать, вот, ну и отношения с родными будут очень напряжёнными, вот. Поэтому, поэтому обязательно, я вам рекомендовал бы, в эту книгу, поисследовать, в эту книгу, поисследовать, те задачи, которые, ну, которые даны, там, вот, и, соответственно, после этого, возможно, обратиться уже за помощью, да, для индивидуальной беседы, для индивидуальной консультации, вот, значит, чтобы окончательно разобрать, разобрать те моменты, которые вы описываете. Речь идёт о навязчивости, речь идёт о механизме навязчивости, к сожалению. Вот, ну, а механизм навязчивости, это такие потребности и такие желания, которые в той или иной степени вы себе запрещаете. Вот. Поэтому, такая вот история. Эм, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравится, понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...